Друзья мои, здравствуйте! Сегодня на колоде Ленорман. Это не совсем обычная колода Ленорман. Здесь есть дублирующие карты, такие как птицы, женщины, мужчины, дерево и так далее. Давайте на ней посмотрим, какие события и что у вас происходило и произойдет, и чем это все завершится. Итак, делаем большой расклад. Давайте я сразу буду трактовать по ходу движения. Итак, вы собираетесь или собирались, потому что у нас как и было, есть, что будет, да? Чем разрешится. Вы отправились в большую, грандиозную для вас, значимую, так сказать, поездку. Поездка может быть разным образом рассмотрена. Это как и новое какое-то предприятие, действие, возможно, на работе чем-то начали новым заниматься. Или вообще сменили работу и начали новый проект вести. То есть у вас в жизни появился какой-то новый проект. Возможно, вы пошли на обучение куда-то, какой-то курс у вас начался. И вам об этом сообщили, предупредили, пришли известия об этом. И вы начали работать. Работать, трудиться над результатом. Потому что корабль – это новые перспективы, планы, возможности, удачи в делах. Это выйти на нечто новое вам нужно. Вам нужны будут изменения, которые повлияют на вашу жизнь. И вы эти изменения хотите добиться. В том числе кто-то международные контракты может быть поднимать. Кто-то пошел учить иностранные языки. Или общаться с иностранцем. Или что-то такое. То, что может вас поднять на новые уровни. Это символ движения, проявления инициативы. И ваш сложившийся мир, он как бы разрушился. Вы поплыли, поехали в свои новые, отправились в свои новые дела. Возможно, финансовые дела. Возможно, я говорю, какие-то обучения, работы. Неважно. Вы отправились в путь. Вас охраняет ваш ангел-хранитель, ваш друг. И этими друзьями могут быть как действительно настоящие люди, которые вас окружают, так и ваши ангел-хранители, ваши бестелесные, те, кому вы доверяете, кто охраняет вас по этой жизни. В данном случае, посмотрите, здесь такая красивая карта друга. Друга – это кот, красивый кот. Он у нас здесь выступает в качестве друга. Абсолютная любовь к вам по этой карте. Абсолютная любовь. Любовь и доверие какой-то женщины, которая вас старше, может быть, ваша мать, может быть, ваш учитель, наставник, может быть, также какой-то друг, знакомый, женщина. И вы пошли получать какую-то информацию. Получайте какую-то информацию. По книге у нас всегда идет узнать что-то тайное, что вы не знали. Или, возможно, не тайно, но узнать, получить какую-то информацию, какие-то знания, учения. И здесь вам показано, что вы получаете какую-то необходимость в этом обучении. Процесс познания, образования, обучения чему-либо. Приобщение к чему-то новому, познанию тайн, открытия, секретов. И вы здесь как раз погружаетесь. Поэтому я и сказала, возможно, здесь вот по этим картам вы отправились именно в путешествие по обучению. Вы отправились в свой путь по обучению. Дальше идет букет. Это подарки, красота, изобилие, благополучие, удача. А также это у вас обучение проходит хорошо в ежедневных ваших делах. Особенно для женщин. Также у вас идут внимания со стороны окружающих. Вы добиваетесь успеха. У вас ровное течение дел. Течение дел в целом обозначает, что все хорошо. Хорошее самочувствие, прекрасное настроение. Но тут влезает коса. Коса – это главное предупреждение. Это потеря, разрыв, разделение, опасность, аварии, несчастные случаи. Коса нас предупреждают, что нужно действовать быстро, адекватно и грамотно реагировать на события. Давайте посмотрим дальше. Я вижу, к чему тут идет уже. Вы заметили в своем окружении эту косу и вы, возможно, приняли какие-то меры. Вы по карте ключ нашли ключ к решению этого вопроса. Вы поняли, что дело обстоит в каких-то сплетнях, потому что совы – это сплетни. Это семерка бубен. Сложности с обучением. Видите, под карты обучения как раз. Какие-то временные трудности, сплетни, которые создают. Эти птицы, они как раз и создают эти сплетни. Они как раз и судачат. Основная их задача – испортить репутацию человеку, о котором они говорят. Естественно, все это происходит под магией Луны. Когда у нас... Восьмерка у нас червей. Луна. Карта Луны. Восьмерка червей. Сейчас покажу. Видите? Под магией Луны это все у нас происходит. То есть к вам пришло и здесь ровное течение дела, удача, успех. Вам пришла какая-то удача, к вам пришло какое-то признание, слава. И вы как-то, видимо, выделились из этой толпы. И вас догнали сплетни. Вот она, коса здесь проскочила, которая предупредила о том, что действовать нужно срочно. Срочно убирайте эти сплетников из жизни. И вы находите ключ. Вы находите ключ решения этой проблемы. Вы понимаете, кто эти сплетники находите. И понимаете, как их нужно удалять из своей жизни. Они пришли исключительно из-за того, что к вам испытывают зависть. Вы стали в чем-то успешнее. Вы стали в чем-то талантливее. Вы стали, самое главное, в чем-то виднее других. Понимаете? Вы вдруг стали уважаемее, что ли, в обществе. К вам какое-то... Вот действительно, какое-то признание пришло, слава. И появились вот эти змеи. Вот она, змея. С красным взглядом, обратите внимание. Вылезла, шипит. Это у нас дама крестовая. Давайте посмотрим, кого же она означает, эта дама. К чему она? Дама к даме. Она женщиной означает. Женщину, которая хотела своего прорастания такого, хотела славы, подобрать все под себя, стать такой главной. А тут вы, понимаете, со своей славой, успешностью, к тяге, к знаниям. И вот она запустила сплетни, эти разговоры. Куры в этой колоде означают... Куры, они очень социальные и домашние животные. Но они, тем не менее, сплетничают и как раз бегают, разносят эти разговорчики туда-сюда. Вносят этот деструктив, тем самым портят вам репутацию. Но их ждет крест. Их ждет неудача. Они за свои сплетни, за свой злой язык, за свое отсутствие сердца в душе будут нести этот крест. Крест это роковой, неизбежный, тяжелый крест, символ такой страдания, испытания, тяжелые испытания, которые должен пройти. И здесь говорят о том, что эта ситуация была тяжела для вас, но вы с ней находите возможность справиться. Чем же все разрешится? Чем закончится эта ситуация? Куда нам положить? А ситуация заканчивается... Дайте, я вот сюда положу. Ситуация заканчивается какими-то новыми начинаниями. Видите, ребенок запускает свой кораблик. Ребенок это всегда рождение чего-то нового, начала. Вы запустите заново свой кораблик, вы обелитесь, вам удастся выйти заново, как невинный ребенок. Это карта благоприятная. Начало пути, богатый выбор возможностей. Карта говорит о том, что вы пойдете в ногу со своим временем, к новым идеям, к новым перспективам. И вы опять заслужите уважения, заслужите авторитет. И двинетесь вперед. Рыбы это очень благоприятная карта в Ленормане. Она означает деньги, роскошь, имущество, улов. То есть вы пойдете к новым перспективам. Это как символ удачи, преуспевания, духовного начала, новых идей. Удача и успех. Как правило, рыбы говорят о том, что исполнение желания не за горами. Причем результат превзойдет его ожидания. Вот такой вот у нас будут символ. Это рыбы символ успешного завершения дел, награда и материального приобретения. Вот такой у нас получился расклад. На дне колода у нас якорь. Якорь это хорошая тоже карта. Собака. Якорь, карта, которая говорит, что вы стабильны будете, надежны, безопасны. Независимо от того, какие тут у нас карты, якорь символизирует прочность и постоянство, защищенность, доверие, благополучие. Это якорь-символ надежды, веры. Все, дорогие мои. Было, есть, закончится все счастьем, благополучием. Вы найдете выход из сложной ситуации. Да, путь сложный, да, затянули туда завистливые женщины, сражающиеся с вами за репутацию, за славу, за ваш успех. Да, сплетников всегда много. Но не получилось у нее прорастить зеленого дерева. В этой колоде два дерева. Пророс только по дуб. По дубам украшают только в зимнее время. И то по дубам у нас украшения висят в ночи. Поэтому не получилось. Получилось у нее только странное подобие этого дерева. Бегает, сплетни разносит, нервничает, судачит. И карма настигнет ее. Она получит свое по заслугам. Они все получат свое по заслугам. Потому что крест ложится как раз за ними, за судач. Сколько их там было. Как карта показывает, что их трое. Они все получат этот крест. А вас ждут новые перспективы. Новые начинания. Удачное разрешение дел. И это будет прочно, стабильно и надежно. Я надеюсь, вам понравился расклад. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.